Мы продолжаем чтение книги Равина Йоэля Шварца «Законы потомков Ноя. Семь заповедей Творца народам мира». Часть вторая – мудрость творения. Введение в часть вторую. Есть разница между Торой, божественным законом и человеческой мудростью. Тора должна быть путеводителем для человека, показывая ему, как нужно жить. Поэтому только у человека, чьи добрые деяния превосходят его знания Торы, эти знания остаются. Наши учителя сказали, что у недолопоклонников есть мудрость, но нет Торы. Это означает, что обладание мудростью еще не обязывает их исполнять в реальной жизни то, что из этой мудрости следует. Поэтому существуют разведенные семейные консультанты, которые советуют другим, как укрепить семью. Или курящие врачи, читающие лекции о вреде курения. Имеются также профессора этики, позволяющие себе и этичное поведение. А если спросить его, каким образом сочетается его специальность с его поведением, он ответит, преподаватель геометрии не обязан быть треугольником. Поэтому нам необходимо понять, в чем состоит смысл учения для сынов Ноя. На первый взгляд, основная цель учения сына Ноя – знать, какие обязанности перед Богом есть у него в жизни. Как сказали мудрецы в Узеронский Талмут, Сангедрин, трактат Сангедрин, лист 59-й, сын Ноя, который изучал Тору, то есть заповеди, которые он обязан исполнять, подобен первосвященнику. Это уподобление можно объяснить, если понять обязанности священника. Сказано в Писании, ибо уста священника будут хранить знания, и Тору будут искать из уст его. Колени левитов, из которых вышли священники, сказано в Торозаконе, глава 33-й, «Боже мой учил твоим законам Иоакова и твоей теории Израиля». Это означает, что сын Ноя, который изучил детали своих законов, обладает тем преимуществом, что он знает, как их исполнять и может обучать этому других. С другой стороны, мы знаем, что Иоакова учился у Эбра, сына Шема, 14 лет. Из этого следует, что он учил не только детали заповедей, сынов Ноя, которые он должен был исполнять, ведь где-то не заняло бы столько времени. Он изучал мудрость, которую можно подчеркнуть, размышляя о самом творении. Таким образом, само по себе изучение такой мудрости духовно размышает человека. Учение сына Ноя черпает информацию из двух основных источников. Из того, что заложено в душе человека, как сказано про Абрама, что он учил Тору из самого себя, из творения как такового. Ведь все, что Всевышний создал, он создал для своей славы. Как сказано в салмах, небо рассказывает славу Бога, и о делах рук его говорит небосвод. И также в 104-м салме, как велики деяния Твои, Господи, все это сделал с мудростью, полнится земля Твоими творениями. Сказано, вознесите ввысь глаза Ваши, и посмотрите, кто сотворил их все. И поэтому в утренней молитве говорится, он дает свет земле, и живущим на ней по милосердию своему обновляет всегда, каждый день творения мира. Тора в определенном смысле чертеж мира, и сказано, что Всевышний как бы смотрел в Тору и творил мир. Поэтому размышления над устройством мира может научить нас Торе. Не только природа, но и человеческие деяния, изобретения разума человеческого могут заставить нас задуматься. Люди прошлого, люди глубокой веры принимали все, что говорили мудрецы. Но в последних поколениях возросло число сомневающихся, и Всевышний дал нам средство, помогающее укрепить веру. Например, в Мишне по учению отцов, Мишна 2 сказано, «Знаешь, что находится над тобой, глаз видящий и ухослышащие, и все твои дела записываются в книгу». Сегодня, когда автомобили, превышающие скорость, автоматически записываются скрытой камерой, а скрытые микрофоны, жучки записывают любые разговоры, нам на эмоциональном уровне легче воспринять это высказывание мудрецов. Люди, которые побывали в состоянии клинической смерти, вернулись к жизни, рассказывают, что когда они были вне тела, им задавали два вопроса. Первый, насколько они помогали своим ближним, какие добрые дела делали. И второй, сколько они учились. Это значит, что необходимо умножать мудрость и знания, чтобы лучше познавать величие Творца и наши обязанности по отношению к Нему, как из-за Его величия, так и из благодарности к Нему за несметные благодеяния, которыми Он постоянно обзоряет все свои создания. Глава первая, часть и второй мудрость Творения. Глава первая, о теле человека. Из плоти своей я увижу Бога. Человек создан по образу и подобию Творца. Пророки в своих видениях пользовались антропоморфными образами. С тела человека можно учить многие вещи, например, пропорции и соотношения органов тела. В архитектуре есть понятие «золотая пропорция», построенная на этом соотношении, и она широко использовалась в Средние века. Человек является единственным прямостоящим существом. Его ноги стоят на земле, но голова возвышается над телом. Созданный из земли, он в состоянии возвыситься и приблизиться к Творцу. Поэтому само его имя, Адам, содержит в себе оба эти качества. Адама, земля и Адаме, Эдаме, уподоблюсь Всевышним. Устройство человека вызывает в памяти лестницу, которая живет в пророчественном сне патриархи Атут. Она упиралась в землю, но ее вершина достигала неба. Человек, связывающий духовное и материальное, это особое создание, чудесное устройство его тела, но еще более удивительны его духовные свойства. Строение духовных миров и их снисхождение Творца к нашему миру, Каббала, тайная часть Торы, описывает в терминах, которые заимствованы, из понятий, связанных с человеческим телом. Из этого мы можем видеть, насколько органы человека отвечают возвышенным духовным понятиям. В будущем тело человека должно возвыситься до духовного уровня посредством его деяния. Поэтому тело восстанет из мертвых, когда придет время воскрешения. И оно является элементом личности человека. И хотя на первый взгляд тело есть лишь вместилище души, личность человека, личности человека в молитве сказано, «Бог мой душа, которую ты дал мне чисто». Здесь я, личность, отождествляется с телом. Каббалисты объясняют, что с телом связана основная часть служения человека в мире. Ведь своими деяниями он очищает, возвышает тело и поднимает его на духовный уровень. Голова человека. Человеческая голова по своему относительному размеру больше голов всех других живых существ. Одна головы, одна сединая длины тела, что, возможно, намекает на субботу, которая составляет сединую часть недели. На сгущем века раскрываются рациональные силы души, что дает ему возможность прозвать в лица и свои обязанности в этом мире. Волосы человека. У каждого волоса есть собственная поля. Что мы из этого учим? Один человек хотел уехать из земли Израиля, чтобы искать себе пропитание в другом месте. Сказали ему, если Всевышний сотворил для каждого волоска собственный источник пропитания, то тем более это справедливо и для человека. Творец в состоянии помочь ему, где бы тот ни находился. Волосы на голове защищают человека от холода, брови от фотостекающего сова, а ресницы от пыли и грязи. Из этого мы можем учить, что необходимо беречь глаза и не позволять им видеть достойные вещи. Ворота помогает отличить мужчин и женщин, что способствует сохранению скромности. Седина, которая появляется в волосах с возрастом, учит нас, что старик должен готовиться к переходу в другой мир. Ему следует проанализировать свою жизнь и исправить ее, дабы она была не запятна. Ведь белый цвет символ духовной частицы, как сказано, Экклесиаз 8-9. Во всякое время пусть будут одеяния твои белыми. А пророк говорит, а пророк говорит, глава первая, если будут ваши грехи как по границе, как снег от белых. Жмение цветового возраста старости также учит общество соответственно относиться к пожелому человеку, вожать их. Глаза человека. Глаза человека символизируют проведение Всевышнего в мире, как написано в Захаре. Благодар за Господа блаждают по всей земле. Глаза животных предназначены для решения насущных задач, питания, защиты, размножения. Поэтому он не видит, как правило, только черно-белые изображения. Но человек, который должен дивиться красоте творения, видит все в цвете, чтобы возблагодарить Всевышнего за созданный им чудесный мир. Еще один интересный факт, связанный с глазами. Среди мужчин достаточно часто встречаются дальтоники, люди, не различающие цветов. Среди женщин же таких почти нет. Более того, женщины различают около 200 оттенков красного, которые мужчины не означают. Возможно, это связано с законом и чистоты, которые соблюдают дочери Израиля. Они должны проверять, закончилось ли месячное кровотечение. Хотя дочери Ноя не обязаны выполнять это задание, они, тем не менее, также слепенькие. Мы можем учить это из того, что сказал Архай своему отцу. И не могу встать перед тобой, ибо у меня уповеденное женство. Великий комментатор Амбанск писал, в древние времена люди знали, что есть в этом нечто бредное. И поэтому во время иностранца следует сдерживаться от интимной жизни, чтобы не нанести ущерб по здоровью и достоинству женщин. Веки. Глаза имеют несколько природных защит. Одна из них веки, скорость движения которых наибольшая из всех органов тела. Есть данные, что продолжительность одному органу составляет 1,3 секунды. Наличие веки лучше человека закрывать глаза, когда перед ним находится нечто, на что не следует смотреть. Написано по отношению к совершенному. и закрывать глаза, дабы не видеть его зла. Зрение человека управляется его волей. Поэтому сказано число 15,39. Не блуждайте за вашими сердцами и за вашими глазами. И сказали мудрецы, глаз видит, сердце вожделеет. А потом уже органы тела совершают прегрешение. На первый взгляд, однако следовало бы сказать, не блуждайте за вашими глазами и за вашими сердцами, а не наоборот. Но отсюда мы видим, что глаз видит именно то, к чему стремится сердце. Два человека зайдут в одну квартиру, но увидят разные вещи. Мужчина увидит бытовую технику, а женщина – заморез. Очки. Существование очков заключается на нём. Обычное человеческое зрение зачастую поверхностное замахнём. Для того, чтобы хорошо видеть, необходимо дополнительный инструмент. Нечто подобное существует только по отношению к духовному виду. Человек не видит очевидных духовных истин без соответствующей помощи. Запрет действий, за которым другой человек может выступиться. И согрешение звучит в теле, как места в преградах перед слепым. И объясняется, что речь здесь идёт о человеке, которого ослепили его страсть. Это тот человек подобен мышке, который видит цепь, но не видит вышеловки. Её ослепляет именно страстное желание шера. Ухо. Слух вместе с речью создаёт возможность голосовой связи людей друг с другом. Мудрецы не определяют человека, как творение говорящее. Звук воздействует на человека даже сильнее, чем свет. И поэтому красивая музыка оказывает больше впечатлений, чем красивые виды. Интересно, что человек создан таким образом, что ухо не может закрыться само по себе. В отличие от других органов чувств. Зрение, которое отключается закрыванием вверх. И даже обоняние, которое можно нейтрализовать, дыша через звук. А чтобы отключить слух, требуются внешние приспособления, такие, как пророки. Это говорит о том, что для человека жизненно важно слышать постоянно. С другой стороны, то, что на самом деле не хочет слышать определённые вещи и не услышит их. Рассказывает о великолепных подстаниях, которые просто не слышат, когда рядом с ним что-нибудь захопнули, что-нибудь заслужат. И наоборот, мать слышит своего ребёнка даже во время глубокого сна. И она распознаёт его голос среди колосов других младенцев. Чтобы человек мог воздержаться от слышания неподобающих вещей, совершенний создал пальцы таким образом, что они заканчиваются в подобной конусе, и им можно заткнуть уши. В той же цели может служить и мочка уха. Животным тоже нужно чувство слуха по мере необходимости. Есть, к примеру, бабочки, которые воспринимают только звуки и спускают летучие мыши их естественным врагом. А самые летучие мыши используют этот развод для локации, ориентировки в темнотехниках. Поскольку ухо человека является органом слуха, оно символизирует их духовное слышание. Поэтому протыкают ухо раба, который не хочет выходить на свободу, хотя время его рабства закончилось. Сказали мудрецы. Пусть будет проколото ухо, которое слышало на горе Синай. Ибо мне сыны, ибо мне сыны Израиля рабы. Рабы Всевышнего, они рабы людей. И все-таки он пошел и привелся в рабство. А если был продан в рабство за кражу, пусть проколото будет ухо, которое слышало на Синай, не укради. А он пошел и украдил. Восточная медицина считает, что ухо связано со всеми органами тела человека. В внутреннем ухе также находится и вестибулярный аппарат, понимая, что мы держим к ним в весе. Возможно, это учит нас, что с ухом связан также и духовный вестибулярный аппарат. Именно слух, позволяет ему учиться, воспринимать оставление, сохранять духовное и нервное в весе. Мудрецы говорили, что язык один из немногих органов тела, который постоянно находится в ближайшем положении. А это учит нас, что не следует пускать его в ход без рассудка, а наоборот необходимо тщательно контролировать его использование. И сказали учителя, слово за одну монету молчание за две. Есть русское подворье по статистическому значению? Слово серебра на молчание золота. Есть притча о том, что двое поспорили, что лучше, речь или молчание. Первый спорщик начал доказывать преимущество речи, а за ним и второй стал рассказывать о положительных сторонах молчания. Просто делали первое. Как же пользуешься тем, что ты отрицаешь? Человек должен разговаривать, но необходимо делать это с крайней осторожностью. Поэтому мудрецы сказали, в чем заключается искусство человека в этом мире? Уподобить себя не ум. Великий Равин Хафет с Хаем пояснил. Молчание названо искусством потому, что человек существо говорящий. Искусство заключается в том, чтобы знать, когда нужно говорить, а когда нужно промолчать. Еще учебно-мудрецы, что губы и зубы окружают язык подобно стенам. Слова не должны выскакивать изо рта сами по себе. Они должны натыкаться на привратника, разум, который будет пропускать только обудование из-за бешеной ночи.